А вот как планируют провести праздник одна из дагестанских семей, в гостях у которой побывал наш корреспондент Хамза Нурмагомедов. Все предыдущие годы семья Абакаровых отмечала праздник в селе. Навещали в первую очередь дедушку, а затем и всю родню. На этот раз коронавирус продиктовал свои условия. Я и моя семья, и мои дети будут сидеть дома. Мы совершим праздничный намаз дома. После этого, я надеюсь, хозяйка и дети чем-нибудь порадуют, какими-нибудь вкусняшками. Мы будем созваниваться со своими близкими и родственниками посредством видеосвязи. Посредством просто звонка. Посидим, поговорим, пообщаемся. Потерпим столько, сколько надо для того, чтобы после этого с живыми и здоровыми сесть, посидеть, чай попить, поговорить и пообщаться. Праздничный стол обещает порадовать кулинарными вкусностями. Однако такого разнообразия блюд, как в прошлом году, не будет. Ситуация с пандемией отразилась и на финансовой стороне семьи. Так, как мы, Макамирослов сказал, каждый год отмечали у дедушки, и гостей было много, мы, в общем, рассчитывали на приходящих людей и старались готовить максимально такие блюда, которые было бы удобно быстро согреть, быстро подать. Но разнообразие было большое. В этом году, так как мы сами, мы дома, у нас много блюд не планируется в меню. Как бы покушать мы любим, но не такие большие и такие, чтобы это все сразу за один день съесть. На самоизоляции непросто не только взрослым, но и детям. В свое время они занимают чтением, играми, просмотром телевизора и, конечно же, помогают маме. Пандемия особенно омрачила детишкам долгожданный праздник. Они не смогут ходить по домам, получать подарки и сладости, как делали это в предыдущие годы. Во-первых, нас не пустит папа, а во-вторых, как бы уже самого настроения нет, чтобы собирать. И, наверное, многие даже дверь не откроют. Ну, не будем собирать. Ну, как бы мы жить еще хотим, слишком молодые. Дверь дома в праздничный день, к сожалению, будет закрыта для гостей. На ней будет записка. Всех любим, поздравляем, но просьба не стучать и отнестись с пониманием. Ответственность за жизнь своей семьи и детей перед Всевышним важнее превыше осуждения родственников и друзей.